В республике проходит масштабная работа по очистке канала Самур-Дзербент. Он обеспечивает водой прилегающие хозяйства. В нашу редакцию поступили жалобы от жителей муниципалитета. По их словам, после наведения порядка, собранные отходы оставили чуть ли не на их участках. Кто виноват и как решить, проблему выяснила написача Мхалова. Здесь и трупы мертвых животных, и которые кидали люди мусор. Вся нечисть 40-летней давности закинули мне маме в огород. Огород женщины пострадал во время чистки канала. Все, что достали со дна, рабочие так и оставили на земле. Грюханум Абдулаева показывает. Здесь у них была небольшая аллея в этом году. Урожай они так и не собрали. Моей маме 85 лет. Здесь было посажено очень много деревьев. Она своими руками ведерочкой поливала и выращивала эти деревья. Все безжалостно снесли. Этот канал проходит через десятки населенных пунктов и обеспечивает водой большинство сельхозпредприятий района. Его не чистили уже почти 20 лет. Часто, как и в случае с семьей Абдулаевых, вдоль него располагаются земельные участки. Находятся они в частной собственности, что незаконно. По правилам, 15 метров территории с каждой стороны канала должны быть свободны. Есть зона отчуждения канала. Никто не будет ущемлен. Потому что здесь, на этом канале, зона отчуждения составляет 15 метров от оси канала по обе стороны. Если 15 метров от оси канала освободить, ни один человек не пострадает, я думаю. Мы сегодня видим, какая работа проделана и какая территория высвободилась. Мы также и другие участки посмотрели. Но, конечно, местами оставляют желать лучшего. Но постепенно порядок приведем. О том, что двор придется подвинуть на 15 метров, семья слышит впервые. С жалобами женщина уже обратилась в местную администрацию. На компенсацию ущерба она не рассчитывает. Единственное требование – чтобы весь мусор вывезли как можно скорее. Написать Чамхалова, Гасан Байрамов, Расул Дибиров. Время новостей.